В Госдуме предложили закрыть микрофинансовые организации. Как пишут известия, такой законопроект подготовили депутаты. Народные избранники поднимают вопрос запрета на так называемые займы до зарплаты уже не первый раз. Как может повлиять закрытие таких организаций на экономику и что по этому поводу думают эксперты, узнавал Александр Бушмакин. Саша, почему вновь в Госдуме поднимается эта тема? Ну, смотрели, начну с того, что всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1055 таких фирм. И депутаты обеспокоены тем, что россияне лезут в долговую яму. Только по итогам первого квартала этого года долг россиян составил 381 миллиард рублей. Такие данные публикуют издание «Деловой Петербург». Что все берут до зарплаты? Ну, можно и так сказать. Сервис онлайн-кредитования опубликовал статистику по этому поводу. Давай вот посмотрим. Наибольшая доля обращений за микрозаймами в этом году была связана с необходимостью россиян покрыть текущие расходы. Сюда входят повседневные траты, в том числе покупка электроники, бытовой техники и так далее. 32% назвали именно это целью кредитов. В топ-3 также вошли микрозаймы на непредвиденные затраты. Это 18%, 15% брали деньги на ремонт квартиры или дачи. А почему люди берут деньги именно в таких организациях? Там ведь проценты не маленькие. Ну, государство старается как-то регулировать это. Вот, например, с 1 июля этого года максимально возможная процентная ставка по микрокредитам снижена с 1% до 0,8% в день. Хочу заметить. Такие меры были приняты Банком России для уменьшения долговой нагрузки. Все-таки почему люди там берут? Потому что просто, да, пришел и получил. Собственно, да, все очень быстро. Так же считают эксперты. К тому же все эти броски названий, деньги прямо сейчас, 5 минут только нужен паспорт и так далее. Это очень привлекает людей, которые попали в какую-то сложную финансовую ситуацию. Достаточно большое количество их клиентов не имеет достаточно финансовой грамотности. То есть люди платят, например, берут займ, платят только проценты, и достаточно немаленькие. И через какое-то время, по сути дела, долг не изменяется. Люди платят, платят, они берут еще один займ, чтобы закрыть этот. То есть такая вот пирамида, получается, финансовая. Ну а если предположим, что действительно закроют все эти организации, у нас экономика как-то пострадает от этого? Вот я пообщался по этому поводу с финансовым аналитиком Константином Селяниным. Он считает, что экономика, наоборот, от этого только выиграет. Никакого экономического смысла в их существовании нет. Ту функцию, которую выполняют МФО сегодня, выдача кредитов до зарплаты, так называемых, спокойно могут выполнять обычные коммерческие банки. Более того, если поставить внимательно, то за последние вот эти 13 лет существования МФО резко снизилось количество региональных, небольших банков и, наоборот, резко увеличилось количество вот тех самых МФО. Лена, вот ты сама как относишься к таким организациям? Я вообще плохо отношусь к долгам. Я считаю, что надо жить по своим средствам, а лучше как можно больше зарабатывать. Я с тобой согласен. И я вот отношусь лично скептически к таким фирмам. Я узнал, что думают кировчане вообще про микрозаймы. И ты знаешь, даже совет получил, что делать, если надо перезанять, как говорится, до зарплаты. Давай послушаем. Я считаю, что не нужны, потому что люди, как правило, не всегда думают правильно. Возможно, возьмут эти займы, а потом не знают, как их отдать. Вот я этим не пользуюсь, мне это не надо. Кому-то это надо, кто-то этим пользуется. То, что некоторые неадекватные, не понимают этого, берут, и берут, и берут. А потом платить, платить, и квартиру отнимают, и все остальное. Ну, я думаю, нет, потому что там большая процента по кредиту, и, так сказать, люди могут взять и потом не рассчитаться. Если надо срочно деньги, вот тогда куда обращаться? К родственникам. Так что это самый беспорядочный вариант. Ну, в общем, если что, то на крайний случай лучше уж у родственников попросить чем под 0,8% в день брать. Это точно всем жизни без долгов, а мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.